Братья и сестры, мир вам! Мы будем читать Псалом 85, первых три стиха. Раба Твоего, уповающего на Тебя, помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Одно из состояний или положений человека на земле, которое человек хотел бы избежать, это бедность и нищета. Человек, который родился в стране с низким уровнем жизни или в семье, которая не может свести с концами, такой человек еще даже не знает, как это жить, имея базовый достаток – пищу, одежду, кровь над головой. Условия жизни таких людей очень суровы. И мы знаем, что в мире множество таких людей в разных странах по всему миру. И я думаю, что все они мечтают о том, чтобы выбраться с такого состояния. Человек, который обнищал, имея раньше достаток и изобилие, уже понимает, что это за состояние достатка. Когда есть где жить, когда пища в изобилии, когда одежда любая, на любой день можно новую одевать. Такой человек, когда теряет по каким-то либо причинам и становится нищим, когда он теряет свое состояние, он уже знал, что такое быть в достатке. И когда он становится нищим, вряд ли он не будет думать, как из такого состояния выбраться. В книге притчи записаны слова Агура. Это притча, 30 глава, 7 стих. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру». Это он обращается к Богу. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Этот человек Агур не хотел быть нищим, чтобы нужда не заставила воровать. Для него это было страшное состояние. Он понимал, что состояние нищеты – это не то состояние, в котором хотелось бы жить человеку на земле. Израильскому народу Бог дал закон заботиться о нищих. Когда израильский народ вышел из Египта, это было освоение нового государства. Господь давал им законы, относящиеся по отношению к Богу, по отношению к человеку, по отношению к окружающим людям, по отношению даже к природе. Он заботился о том, чтобы израильский народ мог жить, поклоняться Богу, и это был бы образцовый народ для других. И вот Бог сказал им заботиться о нищих. Смотрите, второзаконие, 15 глава, 7 стих. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим». 11 стих. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою, брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Это Бог повелевает заботиться о нищих. Может быть, даже кому-то из вас, братья и сестры, приходилось жить, испытывая нужду. Может быть, кто-то из вас даже когда-то жил в нищете, до того, как переехал в Америку, и вам знакомо такое состояние. Читая историю Давида, так как мы размышляем над этим стихом Давида с Псалма 85, когда мы просматриваем его историю, мы видим, что Давид не был из бедной семьи. У его отца были стада овец. Это уже означало, что он состоятельный человек. Поэтому в детстве и юности Давид вряд ли испытывал нищету. Когда он был царем, тоже мы не видим, чтобы он был нищим. Когда же он мог испытать нищету для того, чтобы сравнить? Такое состояние он мог испытывать, когда находился в бегах от Саула. Помните, да, из истории, когда он убежал, был изгнанником, он скитался, ему приходилось даже уйти в другую землю, к филистимлянам. Когда у него ничего не было, он был в притеснениях, он мог испытать, что такое материальная нищета, что такое материальная бедность. Поэтому он мог привести сравнение состояния души с нищетой и бедностью. Мы прочитали вот первый стих. Он говорит, «Господи, услышь меня! Сейчас моя душа в духовной нищете, я беден». Что это за состояние души? Может быть, скорбь или страх, неуверенность, угрызение совести, стыд, безысходность? В чем состояла его эта нищета духовная? Мы не знаем, в какой момент жизни написаны эти слова Давида. Здесь не указано. Скорее всего, может быть, это было или после совершенного греха, мы помним, да, его падение, или, может быть, в тяжелые дни, когда Давид был особо, переживал какие-то нападки врагов, или же переживания, связанные с его детьми. Но Давид признает нищету души и хочет, чтобы Бог услышал его. Он понимает свою полную зависимость от Бога. Может, в тот момент у него было все в порядке в материальном, у него все было, может быть, достаток, но внутренняя нищета заставляла искать помощи у Господа. И Бог слышал его и давал ему прощение и избавление и радость. Когда мы читаем псалмы Давида, мы видим, что они наполнены хвалой Господу. Человек верующий, подобно Давиду, может испытывать духовную нищету. Смотрите, еще в двух псалмах Давид говорит об этом. Псалом 69, 6. «Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне, Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли!» Псалом 108, 22. «Ибо я беден и нищ, И сердце мое уязвлено во мне». Давид снова повторяет вот это состояние. Я беден и нищ. Что-то происходит внутри. Не хватает. Вроде бы все вокруг хорошо. В материальном плане, но внутренность говорит вся, «Господи, я пред Тобой нищий, ничего у меня нет». Вот он ищет вот этого состояния, чтобы Господь услышал и наполнил его. Духовная нищета гораздо хуже материальной, братья и сестры. В книге «Откровение» Иисус Христос, когда давал Иоанну откровение, Он сказал о Лайдикийской церкви так, это 3 глава, 17 стих «Откровение». Ибо ты говоришь, «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг». Люди в Лайдикийской церкви в городе Лайдикия думали, что они богаты. Наверное, у них был хороший материальный достаток и, может быть, все было хорошо. Но Христос говорит, «Вы не знаете, что вы нищие». Страшное состояние для верующего человека, не осознавать своей духовной нищеты. Когда вроде бы ты живешь, ты ходишь в собрание, ты чем-то занимаешься, твоя жизнь вроде бы чем-то наполнена, все вокруг хорошо, но человек уже пустой внутри. Придет какой-то этап в жизни, когда человек просто останется, как у разбитого корыта, потому что внутри ничего нет. А вот с другой стороны, Павел, наоборот, был материально нищ, а духовно богат. Он пишет 2 Коринфянам 6,10. «Нас огорчают», Он говорит о служителях Христовых, «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Он говорит, «Мы нищи, но многих обогащаем». У него материально, мы знаем, что он не был богат, он был всегда в нужде, он сам зарабатывал себе, делая палатки, но он настолько обогащал других людей, чем? Тем, что он знал Христа, он имел вот это внутреннее богатство, наполнение Господом, он мог передавать благую весть с дерзновением, нести людям надежду, нести людям весть о спасении. Также Павел пишет в церкви в Коринфяне и показывает им верующих в Македонии. 2 Коринфянам 8,2 «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Посмотрите, вот эта церковь в Македонии, Павел показывает их в примере, говорит, глубокая нищета не мешает быть радушными. К другим людям проявлять радушие. Это была большая, такая, великая черта у этих людей, несмотря на то, что материально они были нищи. Давид, испытывая духовную нищету, искал Божьего наполнения. Сегодня мы можем испытывать нищету, бедность духовную. Кто-то разбил, разбит. Как нам снова обогатиться Господом? Апостол Павел пишет об этом. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Павел снова обращает наш взор на Иисуса Христа. «Ничто не может удовлетворить духовную нищету, как весть о благодати Христа. Христос, обладая всем, обнищал, оставил славу неба, пришел, сделался человеком, чтобы сделать нас богатыми в нем». В Иисусе Христе богатство. В Иисусе Христе показано нам путь спасения, избавление от этого греховного состояния, показан выход из того, что когда-то смертный человек будет жить вечно, будет жить с Богом. Вот в Иисусе Христе, в истине, в благодати Христа есть духовный выход, духовное наполнение. Невозможно обогатиться духовно служением, добрыми делами, благотворительностью и так далее. Многие люди очень слишком могут быть занятыми, но при этом не наполняться. Только приходя к Господу с открытым сердцем и признавая свою нищету, можно наполниться. Только изучая Библию, читая Евангелие, мы можем обогащаться познанием о Боге. Мы можем укреплять веру, получать наставление к созиданию себя, получать обличение к исправлению. В Его Слове есть надежда для настоящей жизни и будущей. Только через молитву и Писание можно снова уйти от состояния нищеты. Братья и сестры, понимаете? Молитва и Слово Божие, вот это то, что может наполнить христианина. Ничего другого не дано нам. Если мы будем изучать Писание, читать его, наполняться каждый день и пребывать в молитве, искать общение с Богом, это все наполнит нас. Это все даст нам духовное обогащение. Сегодня, видя перед собой вот эти знаки, снова вспоминаем, что источник нашего богатства в смерти Иисуса Христа. Мы сегодня можем быть прощены, очищены, омыты кровью Христа. Когда Давид признавал свою нищету, так как и он, так и мы сегодня можем признать свою. Мы можем обрести богатство в Иисусе Христе. Наш дух может ликовать. Наш дух может радоваться от того, что наши грехи прощены, что нас ожидает жизнь вечная. Да поможет нам Бог искать обогащение только в Иисусе Христе. Помнить о том, что и сегодня можно наполниться. Сегодня есть время благодати. Сегодня весть об Иисусе Христе для нас, чтобы нам обогатиться Христом. И даже если вы испытываете глубокую материальную нищету, вы можете иметь полный внутренний мир, ликование, радость в том, что вы обогащены Господом. Пусть нас Бог благословит. Поклонимся Ему. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok